Провести время у реки, созерцая вдохновляющие виды и ощутить гармонию с природой. Любительская рыбалка – это настоящее искусство, рассказывает Александр Пыресев. С удочкой в руках он и летом, и зимой. Вот уже полвека. Это с самого детства, считай. Меня раньше возили отец и мать в Спиридоновку. И вот там с этого началось, на летние каникулы, когда уезжал, мы все время с друзьями ходили на рыбалку. Потихонечку идет рыбалка, ничего. На рыбалку Александр приходит дважды в неделю. В среднем за 6 часов удается поймать 3 килограмма рыбы. Зависит все от течения. В спокойной воде улов будет куда скуднее. Но четверг у рыбака выдался рыбный. Завтра у супруги будет день рождения. Вот я и наловил рыбки, завтра пожарим на стол. По новым правилам любительской рыбалки, которые вступили в силу в этом году, максимальный улов одного рыбака не должен превышать 5 килограммов. Это касается таких пород, как лещ, щука, сазан. Разрешается охотиться и на самов, но не более одного в руки. Что касается членистоногих, по закону один рыбак может позволить себе не более 50 раков. К нововведениям относится и запрет рыбалки сетями, и даже торговля этим орудием ловли запрещена. Использовать можно исключительно удочку. Самое главное – и долгожданное изменение. В этом году прекратили свое существование рыболовные участки. Причем рыбаки, рассказывают в надзорных органах, становятся все более осознанными и порой сами помогают найти нарушение закона. Теперь уже рыболовы-любители, они могут рыбачить бесплатно на государственных, муниципальных прудах. Истинные любители рыбалки, которые на удочку, на незапрещенные орудия лова, они нам тоже сообщают. У нас есть своя горячая линия. Запрещенными для рыбалки остаются зоны, которые принадлежат Министерству обороны, а также национальные парки, например, Самарская лука. Под запретом для ловли остаются и рыбы, которые внесены в Красную книгу. На Средней Волге это осетровые, запасы которых ежегодно пополняются. За нарушение правил предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность. При этом, если нарушить сразу несколько условий рыбалки, то и раскошелиться придется не на один штраф. Мария Илевна, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События.